пошел я к торговым рядам от скуки пройтись и там один с кавказа я уж национальность определил судя по разговору уточнять не буду чем привлекло внимание вот так бойко разговаривает на русском нас уже говорят ну так он здесь уже по-татарски у нас обычно человек который здесь уже освоился конкретно шутки прибаутки у него там женщина подошла огурцы братья он горит вот понравится огурцы то говорит очень понравились могут горит у меня были шикарные огурцы что такое такое потом тут вся сидит бабка татарка яйца деревенские предлагает а он там сидит шутит горит петух курицы горит не касался что такое в общем но и люди энергетику чувствуют идут 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 прислушиваться я заметил кстати вот когда я там стою между ними торговцами там есть александр высокий статный но я заметил что и на рынке другом есть на крупном стоит татарин один крупный статный я над ними шучу я говорю вот небольшого роста парни они знают что у девушек не встретит взаимности они стараются учиться чем жизнь добиваться а вы говорю вам природа дала фигуру вес такой нормальный внешний вид плечи широкие вот рост хороший крепкое телосложение вы расслабляетесь не хотите учиться чего-то добиваться жизни вот я заметил говорю многие руководители невысокого роста потому что когда-то на них девушки не смотрели они смотрели некоторые сейчас может на кошельки смотрят а было время когда как-то меньше было при вы принято смотреть на кошельки парней но они смотрели на их рост я знаю одного тоже человека соседа 1 он всю жизнь на скорой помощи работает и он четверть века назад получил квартиру без балкона без ничего и с тех пор так как жил и живет и ипотеку не берет а высокий такой штатный но правда бесконечно курит думаю к чему вы это что там нервничать как не пойдешь все время у него в руках сигареты дымит очень много кто-то скажет нет нет но я не буду больше абсолютно что вот так на сто процентов но на мой вот мне в глаза бросается что высокие статные почему-то они лодыри немножко я еще как-то сегодня с этим на рынке с одним стоял он шутки то понимает я разные разные там у меня много было шуток там в частности башкир стоял рядом он из башкорстана когда-то приехал что ли здесь татарстане живет по башкирской разговаривать и башкорт бал это значит башкирский мед переводится я ему говорю рекламу говорю можно написать башкорт бал это сокращенно баба я говорю напиши что твой баба слаще любой бабы типа он хохочет так вот там стоит один здоровый такой косая сажен плечах и внешний вид у него такой презентабельный он мог бы где-нибудь на трибуне стоять каким-то там депутатом большим руководителем смотрелся бы солидно я и подкалываю его он там все время я прихожу мне денежки слава богу водится а он из села привозит и в три часа горд ночи приезжаю место занимаю и торгую дескать вот и все время купил мне что купил мешает ну я и я говорю не надо говорю спекулировать на наших дружеских отношений вот горы меня кепка вот тем протягиваю купи за 5 да да нью-йоркской полиции кстати я купил мне за 5 тысяч шучу над ним он мне пристает вот 3 литров банку купи меда ягода я вот-вот и литровую банку возьму съем потом еще приду вот я говорю я на те когда начал собрался родиться я говорю я с всевышним обратился дай мне вот такую фигуру чтобы девушки смотрели с обожанием другие парни завистью и то это он говорит слушай говорит мне дескать ты что со временем не если ума не будет знаний не будет ты так и останешься ничего не добьешься в жизни зачем тебе это давай я тебе лучше дам средний такой ну не скажу незрачный но всяк случае не чем особо не выдающийся нет зато способность там овладевать знаниями дам и прочее он мне сказал то есть я сказал ответил создателю да да спасибо спасибо это при рождении но кто-то скажет кто-то говорит там когда говорит человек разговаривать с богом это молитва когда говорит бог разговаривать человеком это шизофрении но ради шутки то можно же вот так употребить то вот вон итальянцы про красивых людей говорят человек господь создал говорит форму значит сделал это а господь варь создал этот человек слепил горит и сломал форму чтобы вот про таких красивых людей говорят ну не был не будь красивым будь счастливым и прочие люди же говорят поэтому действительно чувствую внутреннее удовлетворение приходит человеку когда он может реализовать у неё какие-то способности а не то что чисто внешний вот данные есть и все это как-то это такой шикарная машина внешние данные которые не заводятся просто и все ключа нет и не знаешь как завести поэтому важно очень бывает человек не слишком скажем так броски не слишком смотрится так ну как далеко не артистическая внешность а он какой-то живой непосредственный шустрый энергичный ну в общем много у него положительного вот кошак смотрит на нас со страхом мышку наверное вышел искать вот поэтому внутренние сила даже важнее в человеке чем внешние данные вот так что и как говорят по одежке встречает полу провожают и можно переинать немножко поговорку сказать тоже по внешним виду человека по его внешним данным встречают а по его способностям каким-то пробожают можешь сказать вот как-то перефразирую в поговорку вот а этот торговец поднаторел в своем деле сидит он энергетику какой-то излучает все люди тянутся к нему идут и я сколько раз замечал с кем-то стою на улице разговаривали тут невольно люди как-то подходят и как-то энергетику чувствуют добрый энергетик все иногда бывает стоишь возле какого человека от него веет холодом от него веет какой-то или в лучшем случае равнодушием а так бывает негатив от нее какой-то как излучение идет нехорошее бывает что энергетик теплая даже рассказывал однажды уже в магазине в той стране зашел и нагнулся я над холодильником кое-что присмотрел там то ли пельмени скал татарские мусульманские рядом тоже вот такой холодильник и женщиной она подошла чуть-чуть ближе в сторону и тоже нагнулась я не видел такую энергию от нее почувствовал такую животворящую сильную энергию но я бы на себя не отставал бы я посмотрел просто ее как сказать габариты меня не устроили я как-то засмущался и как-то этот мимо прошел его надо от меня энергии прет а у нас в редакции дома работал и я опять-таки мельком как-то об этом сказал что он сотрудники с ума сходили она нас многих выводил из себя она энергетический вампир просто было выводил из себя постоянно люди к людям придиралась как-то она пыталась кого-то ковырнуть зацепить что такое люди иногда выходили из себя и она вот видно этой энергии питалась и потом она неустанно весь день могла работать весь день до того вот и она до сих пор работает мы поувольнялись кто-то три года кто-то 5 я 15 лет в одном месте а я все-таки не выдержал думаю потому что это как сказать хочется надо сказать такая тварина просто она это любит вот людей из себя выводить какие-то беспощренные придирки что такое и человек невольно заводится начинает как-то свои энергии расходовать видимо все таки есть есть что такое тревог чувство тревоги что она может на пустом месте буквально всякой гадости там какие-то наговорить о каждом человеке вот и постоянно где-то может с незнакомыми людьми любезничать ласково сладко речивый быть а потом значит за глаза там все что угодно сказать об этом человеке плеваться там и мы уже видим насколько она это не искренне совершенно вот коллегам к могла мужикам холостым сказать ты почему не женишься у тебя значит или спермы слабые или у тебя значит ты импотент или анонист а может эти спермы слабо вот такие гадости могла просто говорить ли чем только вывести человек из себя а потом значит вот что-то это один раз ей вот было высказано в лицо угроза дескать если будешь так себя вести я пожелаю твоему ребенку что у тебя святое есть чтобы тебя от не нехорошие и она начала плеваться как последние как не знаю что там обезьяна какая-то потом было к собрании коллектива она заявила на коллегу в коллективе там и не пришла и в коллективе это человека должны были обсуждать до должны были обсуждать а она еще это когда услышал свой адрес там с кем-то любезничала и от коллег услышал вот ты же с людьми иногда можешь разговаривать почему ты со мной это нормально разговариваешь мы же коллег дескать хотя она временами бывает как какая-то змея под колодной ласковый такая это не такая незаметная добрая это начинает личину натягивает и вот как раз в ответ на это она взяла плюнула коллеги в лицо и тут же написала на него жалобу совет трудового коллектива чтобы разобрали его поведение потому что ну первый удар надо нанести конечно вот коллегу должны были разобрать дали ему слова коллега начал говорить вот как она его обзывал оскорбляла все и тут случилось удивительное весь коллектив стал на сторону эту коллеги и начал говорить тем более и не было это женщины за глаза какая она отвратительно как себя ведет как а даже вот телефонную трубку говорит воняет от нее там она зубы не чистит летом значит ходит раньше был сейчас уже нет наверное ходит по потеет там и от него потом несет обычно у женщины же у них обоняние сильнее развита и они как-то следят больше за собой как-то пользуется всякими там спреями и прочее чтоб под не выделялся а над ней там тихо посмеивались на никто ничего не говорил может быть пищи это сказывался она например любила прибалтийскую вот эту вот кильку какой там называется копченый как завоза шпроты шпроты все время в масле вот любил и есть потом узнал что от нее как раз поправляется я это слышал и промолчал не стал говорить о том что это шпроты копченые вредные по себе масло тоже это само по себе канцероген какой-то думаю зачем мне это надо она походе могла оскорбить любого как-то взяла писала там о том что там как депутат отдыхает и вот написала что такая ты депутат там где-то на море плещется ее мама прочитала и все она ее возненавидела эту коллегу то есть мы же женщину в редакции за такие слова как она плещется на дескать она все время трудится дескать она как где-то плещет слова ее задели вот есть люди они продолжают работать потому что черпают где-то энергию начальству такие нужны начальство устраивают потому что когда дает начальник задание говорит вот ты вот эту раскритикуй там распиши а человек чувствует что журналист к этику никто не отменял и журналист имеет право отказаться от материала который противоречит его идейным моральным убеждениям а этот за все берется однажды как то значит решила на какого-то руководителя на первой странице в отсутствие редактора на первой странице решила раздолбать а я как-то вижу и за обратил внимание и как-то редактор появился на какое-то время что ли там я говорю вы с ума сошли на что он же его нормальный мужик вообще прошло правком пришел на не жаловать жаловаться и она значит решила на первую полосу и что-то поставить потом говорю я ее прекрасно и что она очень осторожен человек шеф ты игру он же депутат горсовета вы с ума сошли там она все время были облизывал всех депутатов может некоторых было за что облизывать вылизывать вылизывать да и она так благодарна осталась что предотвратили и поняла что иногда говорит там бывает горит ну в общем на ворот наворотить могли дел так человек всю жизнь работал честно работал и профсоюз не поладил это редкий случай кстати потом он все время этот вкалывал этот человек руководители потом очень рано и жизни ушел его даже в администрации гордо кто-то пытался на его место сесть и жить я ему не было от руководителей а потому все таки очень много отзывались коллективе кто приходит там пенсионер обычно зайдет к руководителю и сидит сидит часами а он его выгнать не может у него дела он терпит человека все выслушивает терпеливо все выслушивает все его там жалобы прочее вот так ко всем относился он старался быть терпеливым как выслушивать все время вежливым внимательным очень много положительных качеств очень много негатива практически не было никогда в его адрес вот но использовали его по полной очень сильно использовали некоторые руководители все могут позволить всех послать грубо себя вести а он не позволял себе в чей-то адрес что-то плохое сказать он мог вежливо кому-то отказать но чтобы доходил до оскорбления до унижения нет совершенно нет и никогда старался не отказывать люди в просьбах за что его люди но у нас люди же как сказать привыкают и начинают дальше пользоваться этим человеком но я вот опять возвращаясь к теме энергетики от него была деловая энергетика он мог разрулить я вот знаю еще другого руководителя я вот могу какую-то идею разрабатывать долго-долго-долго недели две прийти к нему обратиться а он не знаю как сейчас а тогда мог спонсировать найти средства и поддержать дать денег и ты реализуешь эту программу свою как идею он всегда поддерживал любые начинания любые идеи находил деньги как ты даже кросс проводил кросс дружбы четвертом году а тогда 70 тысяч такие как сейчас наверное 1300 он не их молча выделил эти деньги может быть даже больше эти деньги я накупил там бейсболок футболок все простамповали я в ряде городов там даже в баку в одессе в киеве там куда там до веру оренбург там екатеринбург да везде везде где можно этот кросс проводил везде через массы информации это осветили и татар информ это регулярно освещал вот человек помог просто помог финансами поддержал идею всегда придешь к нему с а брак отработаны идеи какой-то ты ее там обусолил все обсосал а он буквально минуты две-три выслушает тут же в голове прокрутит и видит да это стоящее дело хотя ему но ничего не сулит там немножко кроме пиара пиар ты такой скромненький но все равно человек шел навстречу любым идеям вот хорошими людьми наша земля богата это хорошо когда встречаются такие нормальные люди вот на улице если торговец сидит он открыто разговаривать есть подозрение что этот человек ну достойно уважения может быть он действительно честный шутками прибаутками он как-то старается людям угодить люди должны это без настроения идут и у них настроение поднимается нет такого чтобы человек взял и от него отшатнулся он любой человек ценит добрые сказать как отношения а торговцы его на улицах сидят обычно смурные мрачные угрюмые молчаливые сосредоточенные какие-то нет мира сего как будто вот нужда их погнала можем подумать у них дома голодные дети сидят а вот им взять надо что-то продать и они такие лица у них такие сосредоточенные и не совсем приветливые а иные просто сидят и улыбаются и люди тянутся как говорится будь ты проще к тебе потянутся люди а тут данном случае будь добрее к тебе потянутся люди чего и вам всем желаю всего вам доброго спасибо за внимание